Всем привет, мои дорогие друзья! Рюкюанские мирозавоеватели готовы продолжить свой поход против всего мира. Но, не, не подготовил я на сегодня никаких улучшений нашей страны. Наша страна, я не хочу сказать, что она идеально хороша. Далеко не так. Есть возможность довести доходы Рюкю, ну, до 225 за тройку-четверку месяцев, это точно. Но, даже не так. До 1550-го есть возможность до 225 довести доходы. Но, это будет за счет большой траты очков. Мы будем национализировать провинции. Могли бы национализировать провинции наших владений. Но, есть цель поважнее. И эта цель взять идеи, чтобы взять скидки на стоимость технологий, последние. Взять, ну, закрыть это все дело. И самое главное взять Деус Вульд. И самое главное взять эффективность миссионеров. Закрыть вот это вот дело гораздо важнее, чем даже получить больше рекрутов, больше денег и всего остального. Потому, что именно вот это дело позволит нам не тратить дип очки. И воевать, обретя меньше агрессивки в результате перемирия. То есть, у нас есть определенные ограничения. И с ними стоит, понятное дело, мириться. Ладно. Цели у нас тоже есть. Наши цели простые. Отправить 11 кораблей сюда. В то время, как 10 кораблей приплывут вот сюда. Так, кто-то покидает коалицию против нас. Ты иди в Патани. Я думаю, что нам надо будет встретить Патанийские восстания. Давайте даже донаймем пехотки. 7 отрядов. И 2 отряда пушечек. Вот есть проблема. Нет шаблона, есть беда. Я нанимаю отряды, но забыл. Точнее, не уверен, что я нанимаю именно пехотку, а не наемников. Не хочу наемников в своей армии. Все. До максимума довели. Флот и армию. Ну, понятно, лимиты будут повышаться. То дело такое, наживное. И пушечку подведем сюда, потому что первым закончится перемирие с Бахмани. Хммм. Нет. Миссионеры там, где 90 месяцев, совершенно бессмысленно пытаться его перекрестить. Он просто будет подтягивать риск восстания и все. А мне это не нужно. Сейчас, я надеюсь, флот не покажется вражеский. В Джон Пурске сепаратисты тут рядом. Ну и наши армии рядом. Кстати, можно сыграть с ословиями. Брахманчиков нужно убрать. Например, вот тут вот. И отдать им вот эту вот провинцию. Менее значимую. С кшатриями тоже можно сыграть. Отобрав у них вот эту провинцию. Ага, тогда они начнут возмущаться. Нельзя с ними сыграть. Ни во что. Давно я не пользовался и диктами никакими. А у меня и никаких нету. Все в чистый заработок пусть идет. Вот это вот прошлись. Ай, ладно. Буду надеяться, что все там будет в порядке. Так, с КБ. КБ пока никакого. Окей. Соберитесь вот сюда. Ты стань в потани. И вы все тоже станьте в потани. Там лимит снабжения должен позволить большой армии находиться. Вот вы сюда. Если вдруг этот перейдет вот сюда, то мы его там разобьем. Базовый налог. Военные или дипломатические. Ну, тут, конечно, понятно, от чего все будет исходить. Нам нужны административные. Так что все равно, что в этой провинции круто. Мы будем брать так, чтобы она давала административку. Так, вы должны сюда. Так, опять нам предлагают 1293 дуката в казну. Или 50 административных очков. 1293. 1293 разделить на 50 равно. Это по 25 дукат за 1 очко правителя. Если бы была возможность покупать очки правителя за дукаты по такой цене. Я бы сейчас потратил на все 6000. Но 1293 дуката это большая сумма. Как и 50 административных очков. Это большая сумма. Для нашего правителя, который дает 6. Это 7 или 8 месяцев. Ну, что говорит. Тебе ясно, что нужно. Ясно, что нужно тебе. Тебе нужно сделать инвестиции. Поступить разумно. Вот теперь у нас просят назад эти 50 административных очков. Но предлагают до 68 дать нам боевой дух и скорость пополнения полков. На этот раз мы выбираем престиж. Слушайте, прям событие за событием. Что-то такое. Куда? Бо не ясно. Это не наша проблема. Ава начала против Тибета войну. Это вообще хорошо. Воюйте друг с другом, хоть там поубивайте. Так. А ну-ка, если без восстаний субъектов, то как все выглядит? Насколько все плохо? Без субъектов неплохо. С субъектами, конечно, все просто ужасно. Давай сюда. 32 тысячи наемников. Это вы понимаете, да, сколько у нас дукатов уходит? 17 дукатов чисто на наемников. Мы могли бы избежать такой траты, но благо у нас хорошо с деньгами. Когда раскачал страну до таких высот денежных... Правда, по деньгам мы начнем терять скоро. То есть, это не то, что останется с нами надолго и навсегда. Так, с Перси оплати, пожалуйста. Мы пойдем сюда. Число дипломатических на 10. Колема, бла-бла-бла-бла-бла. 50% мнение. Зачем нам ваше мнение? А вот очки я возьму. На синт пока претензий не возведу. Да, у меня одна претензия есть туда. О, главное забыл. Две пушки, которые я тут создал. Их же нужно срочно перекинуть вот сюда. А ваших перекинуть куда-нибудь вот сюда. Так как скоро мы им объявим войну. Прейна-кор. Ну, я думаю, что и эта провинция находится у кого-то, с кем мы не сможем повоевать. По тем или иным причинам. Так, с пушечки тоже сюда. Так, с Дели объявила нас своим соперником. Замечательно. Просто мечта. Франция только внедряет колониализм. Мощно. Если я отправлю сейчас в кругосветку своих, то они там и погибнут. А я так понимаю, что сюда я не достаю. Как, в общем-то, и сюда. То есть, надо захватывать или колонизировать там. Иначе здесь будет все только хуже. И перенаправление торговли будет тоже хуже. Нет командующего. Давай, покаперствуй в Гуандуне. Чуть-чуть позлим Пекин. С Кипром воюют. Прикольно. Персидские сепаратисты здесь до сих пор держат земли. Чья это территория, не знаю. Может, даже Османской империи. Это бы выглядело страшно, но вполне может быть правдой. Так. Вот же как еще ситуация. Мы не видим, что здесь происходит. Старицу мы, конечно, быстро захватим. Но поддержки флотом оказать ей не сможем. Ну так. Чуть-чуть разве что. Ага. Вижу вражескую армию. Давайте пройдем сюда. Тысячу перекинем вот сюда. В саванну. Есть. Мы можем воевать с индейцами теперь. Друзья. Ну, сильно с Соколовой загрызаться не будем. Я думаю, это вот эти вот племена. Нам самое главное, это претензия на них. Все, больше нам ничего не нужно. 100 дней до объявления войны. Вот тогда уж лучше отсюда призовем. Такс. Наша главная армия, чтобы мы видели, где вражеские армии находятся. Теперь индейцы. Привет, индейцы. Есть нам кого сюда поставить? Да, есть неплохой командир. Насчет Солиша мы ничего не знаем. В каком они союзе, где они вообще находятся. Ну и забрать, очевидно, мы их даже и не сможем. Поэтому не берем их в учет. Мы просто не сможем их национализировать. Союз у них только с Хайдой. Так что. Очевидно, нам нужно захватить их. Потому что без них мы не захватим вот эти вот. Поэтому отправляем туда войска. Октябрь 48-го. Вроде все в порядке. Потеряем на Син шпионскую сетку. Но то не так уж и важно. На самом-то деле. Самое главное выиграть в другом. То, что наши дипломаты будут 100-500 лет бегать туда-сюда, это большой минус. Ну, с этим минусом нам придется мириться. 57. Помогли. Я думаю, мы будем по чуть-чуть отходить. Так, не будем открывать весь остров. Знать все, что там происходит, нам ни к чему. Вдруг там еще одна крепость. Или что-то разочаровывающее. Я думаю, нам стоит убрать вообще наши кораблики. Ах ты ж гад ты такой. Вот чувствовал, что. Успей, пожалуйста. Если мы сможем их перебороть. Да, сможем. У нас война продлится так долго, что... Так. В чем проблема? А, мы национализировали. Вот нам и понадобился миссионерчик тут. Давай. Я так и знал, что они нас вот на этой гадости словят. Такс. И свободный дипломат. Продолжаем создавать шпионскую сеть на синт. А через 15 дней у нас будет дипломат, чтобы заключать перемирие. Тут нигде мы не можем убрать восстание. Можно попробовать встать в районе Джонпора, но вряд ли это поможет. Все. Самое главное, что здесь нет сепаратистов. Теперь давайте придумаем, что мы будем делать дальше. Мы можем объявить этим войну. Мамлюки за них не вступятся. Мы можем раскормить Персию парочкой провинций, типа вот таких вот. И бадитов. Это позволит нам, ну как бы... Ага, только проблема этой войны в том, что если она вдруг затянется, нам же надо будет Синду объявлять войну. Хотя, почему бы она затянулась? У Шамара, по-моему, банкротство. Было когда-то. Ну, это вроде вся их армия. Опять можем Персии передать захват и пусть наслаждается парочкой провинций. Так сказать, начнем и продолжим. Да, это вся их армия. Быстро пройдемся до столицы. Заставим отдать вот этот городок, чтобы у нас тут был проход. У нас-то других претензий нету. Значит, Персы. Ну и через 30 дней можно закончить. Заключить перемирие, а перед этим открыть неизведанные области для себя. Так. Ну и через 30 дней можно Billion. Ну и через 30 дней можно заменячить под Нижал�а. Синт от Табористана принял предложение о мире. 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 петлядом Ant walnut находится на réalористане. Синт от Табористана принятое Spring Games 2 live in Joysen Ltd. Синт от Табораистана принял предложение о мире hinge ancestors Edy空 hiper in Joy Development 2. Но помним, нам надо 12 тысяч на другие мануфактуры, на следующие, так что все это тоже правильно. 65, ждем. Так, чуть-чуть не понял. Наверное, нам надо сюда. Или все-таки мы сюда быстрее дойдем, чем они доплывут. Казуса Белли на Соколаву мы потеряли. Казус Белли, но мы его скоро восстановим. Сколько вас тут? 8 тысяч успели сделать. Так, давайте с индейцами перемирие заключать. Хотелось бы мне их забрать, но там колонию нужно проставить потом от своих территорий. Тогда мы сможем их национализировать. Кстати, насчет, ну правда, 400 дней ждать колонию, да, это такое дело. Вот тут золотишко позвякивает. Тоже хорошо все. И тут золото позвякивает. Сколько надо ждать? 610, надо, наверное, еще год ждать, а потом... 97 дукат, выплата репараций, разорвет союз. Это 3 престижа нам дадут. 3 единички. Можно еще торговое влияние, ладно, пофиг. Иди захватывай, иди помогай. Там по военным традициям 70, морские традиции вниз идут. Так что копим денежку, пока есть морские традиции. Помним, у нас с вами предстоит серьезная война. И почему она будет серьезной, я сейчас вам объясню. Так, садим сюда. Я так понимаю, нам вот эту крепость надо захватить. И столицу надо захватить. Тогда все будет окей. Ух ты, шамар, тут, конечно, большой шамарчик. Так, сносинт претензии. 13, 5 и 3. Ну, конечно, вот сюда претензию клепаем. Синду Дели гарантирует независимость. И тут Дели влезла. Жесть. Свободный дипломат мне нужен. Срочно. Срочно нужен свободный дипломат. Такс. Давайте пока займемся индейцами, чтобы наши колониальные автономии не страдали от религиозного неединства. И можем национализировать Оконоган. 13 очков, это, конечно, дороговато. Ну, что поделать. Как у нас? 15, да? Рекрутов. А захватить нам нужно только столицу. Так что пойдем, наверное, все сразу в столицу. Захватим и заключим перемирие. Уже по-человечески с ними. Потому что без перемирия мы не сможем объявить войну тому же Табаристану. Дели вступается. Я хочу призвать Магулистан в эту войну. Я, конечно, могу сейчас повоевать и с Дели параллельно. Но мы помним армию Дели. У нас тут не так много войска, чтобы бросить Дели вызов. Наши войска разъехались, разлетелись, расплылись кто куда. Так, стык, главное, не распадись. Пока не распадается. А что с тобой не так? Где ты находишься? Неужели тут? А-а-а. Да, ошибочка. Я-то думаю, что он не ищет эти города. Вперед искать. Апрель 49-го. Теперь Бахмани можно объявлять войну. Тоже будет быстрая победа. Сколько у нас тут пушек? 5 тысяч должно хватить. Май 49-го. 49-й, потом Хсенви, Малва, 51-й. А у Йемен, наверное, нет. В коалицию против нас не вступит. Свободный дипломат. Зло. На индейцев нам фабриковать претензий не надо. На Килву, да, мы хотели. Она сейчас с Малиндия Джураном воюет в союзе с Эфиопией. Главное, чтобы Килва не прокинула связь к Эфиопии. Хотя Эфиопия пройдет. Все равно через эти провинции туда. Везем всех сюда. И готовимся к войне против Дели. Повоюем. Надо сейчас закончить наши расприепления с индейцами, с разными. И побыстрее переходить к серьезным птицам. Потому что мы на вот этих вот несерьезных птицах теряем много времени. Что там с Патани? Мы до сих... Ага. Мы еще долго будем здесь работать с этим Патани. Быстрее возьмем плюс 3 к эффективности миссионеров. Или сменим нашего... Этого, как его? Голубка, который... На осаду влияет. Так, ста дипломатия. Улучшить отношения. Да. Давай. Ух ты! Можем теперь повоевать еще и с индейцами вот тут вот. Бери и клепай претензии. Семерочка, девяточка, пятерочка, семерочка, девяточка. На что? Давайте на девяточку, наверное, скрипаем претензии. А брать будем пятерочки, да всякое такое попроще. Там 5 провинций. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну или раз, два, три, четыре, пять. Береговые, чтобы сразу можно было их национализировать. Давай, дружище, удачного похода. В Центральной Америке у нас уже тоже есть свои прокидончики. Ну, захватывай же ты каких-нибудь. Есть. Молодцы. Здесь больше этот элитный командорчик не нужен. Он нужен. Здесь отдаем вот это вот Персии. Так, я думаю, что сепаратизм под Тони не стоит останавливать. Что у нас здесь? Луга. Просто стоит отойти и позволить этому восстанию случиться. Это будет правильно. Клепать ли еще претензии? Первую войну мы проведем, допустим. Претензии понадобились бы для Второй войны. Наверное, разумно клепать, продолжать претензии. Так, предложить мир. Забираю это. Все ваши дукаты и вот так вот 95 престижа, 5,2. Успокоить местную знать и выплатить немножко займов. Персия почти лояльна. Теперь национализируем эту маленькую дырочку. Минус одна страна. Бахмани теперь не будет клепать. Точнее, не будет среди тех, кто готов был бы обрушиться на нас молотом. Стать в коалицию. Сказать, вы должны умереть. Так, я думаю, что мы заберем отсюда 18 тысяч тоже. Когда настанет время, когда подавится восстание в Паттани. Минус Бахмани. Следующий, с кем мы будем воевать, это Малва в 51. В первом Маджи Пахид в 53. Надеюсь, все будет в порядке. Да, и мы можем кого-нибудь оскорбить. Например, единственного нашего соперника. Чтобы у нас был соточка дипвес. Хух, наконец-то. Я уже думал, этого никогда не случится. Сентябрь 49-го. Прямо затылком чую. Скоро будет институт. Вот эти две войны закончить. И можно нападать на Дели. Ну, мы на само Дели не будем нападать. Между нами перемирие. Мы будем нападать на тех, кому Дели гарантирует независимость. Такс, больше пушек. Есть тут еще кто-то, кто готов остать Джоун Пурские, Армузские, Соколовские, Маратханские, Мадурайские. Но Мадурайские точно еще не скоро. Так что ими можно пренебречь. Так, какое я вам перемирие хочу? Все у вас забрать. Не поверите. Все просто. Три провинции для новой колониальной автономии здесь готовы. Даже не три, а четыре. Теперь мы ее национализируем. И давайте посмотрим, насколько мы готовы тут. 811 поселенцев. Я думаю, можно отозвать колониалиста. Колониалиста, колониста. Дружище, колониста. Это не колониалист. Это колонист. Так, и пока мы далеко не ушли. Можно отправить кого-нибудь вот сюда. Чтобы здесь сразу была автономия. глупость. Сюда надо отправлять. Если, конечно, они не сбегут. Они могут убежать. Круто. Мы наткнулись. Круто. Круто. Продолжение следует... Продолжение следует... Но помним, войну мы не объявляем. Нам надо закончить войну с Шамаром. Ну, этот институт мы, конечно, словить не могли. Ну что, попробуем попереплачивать за дисциплинку. Ну, троечка нам здесь теперь нужна, раз мы будем раскачивать институт. Да, теперь имеет смысл вот эти очки вкладывать. 7 лет мы еще опережаем технологию, за это время мы сможем что-то прокачать. Саксон. Хорошо. Все, уходим отсюда. Что мы передадим Персии? Если Персия захочет, я бы мог ей вот эту дорожку передать. Вот так вот закрыть эти две провинции. Ну, это если Персия захочет. Через 20 дней смогу заключить перемирие с ними. Окей, ждем. Да, восстание да случится. Шамарчик. Я понимаю, что раскармливать Персию дело неблагодарное. Сколько мы на это 26 очков потратим? Но все остальные провинции Персии как бы свое. Ну, да. Вражду не закончат. Нам и не надо. Отправляем требования. Такая вот у нас теперь будет Персидская дорожка. Пусть Персия, если хочет, разбирается с этим религиозным единством, не единством. Как захочет, так его и назовет. Супер Персидская дорожка. Будем Персии регулярно выплачивать займы. Будет она нас любить. Обратить Мароан Цетра в индуизм. Это, наверное, сделать будет легко. Эффективность миссионеров плюс один очень хорошо. Защитить в Райпуре и восстановить людские резервы. На Малву претензии на Райпур. Еще одно очень даже заманчивое дело. Дело в том, что перемирие с Малвой у нас заканчивается в декабре 51-го. То есть, через два года и получить КБшку. Сколько у нас? Две. А так будет три. Могли бы три провинции у них отобрать. Прямо-таки смачно. Но! Миссионер все-таки получше будет. Насколько он нам на 10 лет, миссионера? Волна благочестия плюс один. И мы больше-больше-больше сможем перекрестить. У нас тут целый этот самый зоопарк провинции выстроился. Хотя тут КБшка, 10% скидка. А, да, кстати, надо посмотреть, что дает. Ежемесячное изменение автономии. Прямо сложный выбор. Ну, если по скорости посмотреть. 4 ноября 550-го. То есть, через год. Потом 17 месяцев. А тут, конечно, дольше ждать придется. Поэтому вот это начнет действовать быстрее. Ладно, друзья. На этом я с вами прощаюсь. Проверю мин. До сих пор золотой век. Ну, ничего, ничего. Как-то переживем. Все. Всем удачи и хорошего настроения. Да, надо сохраниться, конечно же. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...